Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Ольга Васендовна. Смотрите сейчас. Крепкий иммунитет. В Бобрульске стартовала вакцинация против гриппа. Мы можем не только защитить себя, но и защитить своих родственников. Куда обращаться? Без колес. В Беларуси с начала года зарегистрировано более тысячи краж велосипедов. Негативные последствия увеличат и покупка кразитов. Как уберечь имущество? Есть работа. В городе пройдет электронная ярмарка вакансий. Безработные граждане могут быть направлены на обучение. Когда? А также взаимовыгодное сотрудничество, коммунальные услуги и бум электромобилей. До конца 2024 страна обеспечит все зарядные станции разъемами для китайских авто. Минскую Бишкеку есть куда расти. Президент про встречу со спикерами парламента Кыргызстана. Делегация под началом Нурланбека Шакиева прибыла в нашу страну накануне по приглашению Совета Республики. Парламентская дипломатия помогает развивать межгосударственные отношения. А это особенно важно на фоне сложной мировой обстановки. В последние годы отмечается серьезный рост взаимного товарооборота Беларуси и Кыргызстана. Точек соприкосновения немало – от АПК до промышленности. Александр Лукашенко предлагает усиливать региональное взаимодействие по примеру нашего сотрудничества с Россией. Мне очень приятно встретиться с вами. Мы вроде бы страны не гигантские, не определяем ход мировой политики, но любая страна, независимо от ее размеров, масштабов, влияет на тот ландшафт, который сегодня складывается на нашей планете. То, что для нас это к лучшему, 100% точно. То, что это лучше для всей планеты, тоже польза большая. В связи с тем, что мы формируем многополярный мир. А если в этом мире много полюсов, нет монополизма, значит, наверное, и страны, и малые, и большие, и средние, от этого будут иметь только пользу. Я это говорю потому, что и Кыргызстан, и Беларусь придерживаются именно такой политики, политики с многополюсным развитием в этом будущее всего мира. После белорусский лидер провел переговоры с губернатором Ульяновской области. Александр Лукашенко подчеркнул, сегодня мы активно ищем новые точки соприкосновения с учетом уже накопленного потенциала, налаживаем более глубокое взаимодействие через кооперационные связи в производственной сфере. Ведь нынешняя ситуация дает нам возможность выйти на новый уровень кооперации. Все необходимые решения на уровне глав государств приняты. Берегите своем. В Беларуси зарегистрировано более тысячи краж велосипедов. Этот показатель на треть меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. В большинстве случаев байки похищались из подъездов и дворов. Главная причина – неосторожность хозяев. Негативные последствия увеличат и покупка кразиного. Можно не только остаться без двухколесного транспорта и денег, но быть привлеченным к головной ответственности за приобретение материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем. Во избежание неприятных ситуаций рекомендуется пристегивать велосипед цепью или тросом с замком. За подобную кражу, напомним, предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы. Повышение цен к зиме готовы. И забота о беззащитных в Беларуси хотят ввести обязательное чипирование домашних питомцев. Какие условия? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. С 1 января в Беларуси поднимется оплата за коммунальные услуги. Ставка вырастет не больше, чем на половину базовой. Это связано с ежегодным повышением стоимости тарифов. С учетом увеличения цен на теплоэнергию, платеж за стандартную двухкомнатную квартиру и двух проживающих обойдется примерно в 150 рублей. Прошлогодний ценник был примерно на уровне 140. До конца 2024 страна обеспечит все электрозарядные станции разъемами для китайских автомобилей. В настоящее время модернизировали больше сотни заправок. Такая необходимость вызвана ростом зеленых машин из Поднебесной на белорусском рынке. По всей республике уже насчитывается около 700 установок. Дорожники в ожидании зимнего сезона. В планах запастись всеми необходимыми материалами, в частности песко-соляной смесью. Сейчас специалисты занимаются проверкой и ремонтом техники, заготовкой материалов для ямочного ремонта в холодный период. Также ведутся работы по реконструкции асфальтобетонного покрытия. В Беларуси хотят ввести обязательно чипирование для домашних питомцев. Согласно новому закону, собственники кошек и собак должны будут позаботиться об этом в течение двух недель с момента приобретения. На каждое животное будут выданы удостоверения и жетон. Его необходимо прикрепить к ошейнику для контроля четырехлапого друга. Благотворительные акции «Наши дети» и от всей души стартуют в республике с 15 декабря. Руководители органов власти посетят больницы и интернаты, дома семейного типа, учреждения сестринского ухода, хосписы, где вручат подарки детям и пожилым людям. В прошлом году на республиканском уровне участие в мероприятиях приняли более 20 тысяч ребят. Всего было охвачено более миллиона малышей. Безработицы бои в Бобруйске пройдет электронная ярмарка вакансий. 6 октября с 10 до 12 при помощи Управления по труду, занятости, социальной защите жители города смогут ознакомиться с новыми вакансиями, организациями задать интересующие вопросы, получить онлайн-консультацию и направить резюме. Не исключена возможность приглашения на собеседование в режиме реального времени. Электронная ярмарка вакансий будет доступна на сайте, который вы видите на экране. Также формируются группы по переквалификации населения. Безработные граждане могут быть направлены на обучение в случаях, если невозможно подобрать им работу соответствующую, если необходимо изменить профессию, квалификацию, специальность, ввиду того, что по ранее полученной профессии безработный гражданин не может устроиться на работу. Список специальностей разнообразный. Водители погрузчика и троллейбуса, слесари сантехники, повара. На период обучения компенсируются затраты на проезд и проживание неработающего гражданина, при условии, что он живет за пределами города. За 2022 направлено 150 человек на профессиональную переподготовку с гарантией трудоустройства. Надежная защита. В Бобруйске стартовала прививочная кампания против гриппа. Вакцинация остается действенным методом борьбы с вирусами. Главное – позаботиться о здоровье заранее. Почему стоит сделать укол иммунитета, расскажет Елизавета Липеева. Вместе с холодами приходит и угроза вирусов. Медики уже отмечают подъем заболеваемости ОРИ COVID-19. Серьезный удар по здоровью может нанести и грипп. Ежегодная вакцинация – самый глобальный и эффективный способ борьбы с инфекциями. Вирус гриппа обладает изменчивостью и каждый год меняет свои свойства. И на основании этих изменений выпускается новая вакцина. На данный момент вакцинация против гриппа проводится инактивированной гриппозной вакциной производства Российской Федерации. В ближайшее время ожидается поступление вакцин на платной основе производства Франции и Нидерланды. Самые ответственные уже в очереди на прививку. Для вакцинации сейчас самое подходящее время. К активному сезону вирусов иммунитет уже будет сформирован. Перед уколом – обязательный осмотр врача. Каждый год я вакцинируюсь и от гриппа, и от ковида. Все прививки сделала. Я считаю, что это важно очень для здоровья человека. Мы можем не только защитить себя, но и защитить своих родственников, родных, близких и друзей. И помочь этому иммунитету укрепиться за счет ведения правильного здорового образа жизни. Сейчас для того, чтобы охватить население наиболее максимально этой прививкой, созданы все условия. Благодаря передвижному прививочному пункту 3-й поликлиники укол иммунитета можно получить на работе. Гимназия номер один принимает врачей каждый год. Сотрудники медучреждений регулярно посещают школы и предприятия города. Это очень удобно, потому что не всегда у людей получается в силу каких-то обстоятельств прийти, посетить наше медицинское учреждение. Поэтому нами организуются такие выезды. Каждый год я делаю прививки. Нас это устраивает, потому что не надо никуда ехать, по поликлиникам ходить. Но я вообще считаю, что прививку нужно делать. Мы работаем с людьми, мы работаем с детьми. Мы должны быть всегда здоровы и нести угрозу для тех, с кем мы работаем. В 2023-м профилактической иммунизацией планируют традиционно охватить порядка 40% населения Могилёвской области. А это более 388 тысяч человек. В первую очередь ждут детей от 6 месяцев до 3 лет. Людей с хроническими заболеваниями беременных, пожилых, а также работников здравоохранения. Берегите природу. МЧС проводит рейды в частном секторе. Большое внимание уделяется сжиганию листвы. Из-за этого может возникнуть пожар. Такое пламя сложно поддаётся тушению. Спасатели рекомендуют разводить костры только в безветренную погоду небольшими порциями, чтобы высота пламени была не более полуметра. Делать это лучше вдалеке от зданий, не ближе 10 метров от построек. Желательно не на земле, а, к примеру, в металлической бочке. Согласно правилам пожарной безопасности, запрещено для розжига костра использовать легко воспламеняющиеся жидкости, а также оставлять костёр без присмотра. Важно при себе иметь инвентарь и средства пожаротушения. Процесс горения должен осуществляться таким образом, чтобы пламя и искры не перебрасывались на горючие конструкции. Бьют тревогу и экологи. Во время пала сухой растительности воздуху уделяются десятки килограммов вредных веществ, которые разрушают атмосферу. Так загрязняются леса, реки и почвы. А ещё это вредит здоровью. Парами угарного газа легко отравиться. Кроме того, он накапливается в организме, что вызывает тошноту, головокружение, головную боль. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова